Сталинградская битва в самом разгаре. 300-тысячная армия генерала Паулюса окружена. Гитлер посылает на выручку Паулюсу группу армий Дон под командованием знаменитого генерал-фельдмаршала Манштейна. Окруженная армия Паулюса готовится к удару навстречу Манштейну. Предотвратить прорыв может только 2-я гвардейская армия под командованием Родиона Малиновского. Армия должна первой занять рубеж по речке Мышкове. Морозы, сильный ветер, минимум топлива. Войска ночуют под открытым небом. И армия Малиновского опережает противника на 6 часов. Маленькая замерзшая степная река становится серьезным препятствием для немцев. 21 декабря булкий удар тысяч орудий сотряс морозный воздух. Сражение началось. Генерал Малиновский находился в самом важном его пункте у Громославки, где каждый советский полк был атакован более чем сотней фашистских танков. Пришлось решительно стянуть сюда все резервы. Теперь, если противник все же прорвется, остановить его будет нечем. Немецкие войска проявляли редкое упорство, советские – героическую стойкость. Они сражались мужественно до самопожертвования. И к вечеру атака противника захлебнулась. Родион Яковлевич не обольщался. Фон Манштейн обязательно повторит натиск. Не зря разведка докладывает о сосредоточении девяти колонн, в каждой из которых десятки танков. Что противопоставить этому чудовищному тарану? Субтитры создавал DimaTorzok Есть, правда, в резерве один танковый корпус. Да толку от него никакого. Горючее почти на нуле. Остается только одно – идти на большой риск. По приказанию Малиновского, танки на последних каплях горючего преднамеренно выводят из укрытий на ровную, открытую местность. На следующее утро Манштейну не до победных реляций. Он шлет в Берлин тревожные донесения. Вся степь усеяна русскими танками. Сам фельдмаршал не решается идти в атаку. Ночью, во время передышки, по требованию Малиновского, из резерва соседней армии успевают подвезти топливо, продовольствие и боеприпасы. На утро армада «тридцать четверок» оживает и устремляется вперед, в бой. Великий стратег молниеносной войны Манштейн получает урок военного искусства. Он бит по всем статьям и отступает по всему фронту. Через несколько недель Паулюс выбрасывает белый флаг. Вперед! И только вперед! Таков приказ генерала Малиновского. Саммит глав четырех государств бывшей антигитлеровской коалиции в Париже практически сорван поведением нашей делегации. Никита Хрущев решает воспользоваться паузой и поездить по Франции. Каждая его остановка превращается в пропагандистский митинг. Деголь возмущен, но ничего поделать не может. Хрущева сопровождает министр обороны СССР маршал Малиновский. Вместе они заезжают в деревню Плэр-Сюр-Марн. Здесь в годы Первой мировой войны был расквартирован русский экспедиционный корпус, в котором служил Малиновский. Да, маршалу было что вспомнить из своей жизни. Малиновскому 17 лет. За плечами год войны и ранений он и фрейтер, георгиевский кавалер. Во Францию Малиновский прибывает в апреле 1916 года и сразу отправляется на фронт. Перед фронтом, прогуливаясь в окрестностях Марселя, его остановила цыганка. «Непростая судьба тебя ждет. Много стран ты увидишь, много боев пройдешь. Будут у тебя победы и огорчения. Маршальский жезл тебя ждет, солдат, и высший военный пост. Только опасайся пятницы. Плохой для тебя день», — сказала она. Все предсказания сбылись. Родион Яковлевич Малиновский стал маршалом и министром обороны Советского Союза. Но до конца жизни, прежде чем принять важное решение, Малиновский заглядывал в календарь. Он верил в предсказания пятницы. В пятницу, 24 июля 1942 года, немцы заняли Ростов-на-Дону. Город невозможно было удержать. Он притянул к себе практически все основные силы вермахта на юге. Ростов атаковали 18 дивизий, из них 6 танков. «Мой самый горький день войны, когда пришлось оставить Ростов. Когда не удалось задержать гитлеровскую военную машину, я пережил глубочайшее горе», — вспоминал позже Малиновский. В падении Ростова Сталин в своем знаменитом приказе номер 227, ни шагу назад, обвинил паникеров и трусов. И сообщение печати явствовало, что никакого приказа сверху о сдаче города не было. За это многие генералы и офицеры были понижены в должностях и званиях. Малиновский понижен в должности с командующего фронтом до командующего 66-й армии, которая истекала кровью под натиском немцев с севернее Сталинграда. Она была создана как передовой отряд обороны Сталинграда. Гитлеровцы стремились прорваться к Волге и форсировать ее. Им нужна была нефть Кавказа. Основные задачи 66-й — держаться, держаться и еще раз держаться. Ни шагу назад. Но разве мог генерал вперед отсиживаться в обороне? В сентябре-октябре 42-го года части 66-й переходят в наступление. На этом участке фронта немцы к Волге так и не выйдут. Малиновский предпочитает находиться на самой передовой. Он справедливо считает, чем ближе опасность, тем дальше начальство. Исключение командующий фронтом Константин Рокоссовский. Об их первой встрече часто рассказывал Рокоссовский другим командирам. Прибыв на командный пункт 66-й армии, я не застал там Малиновского. Я узнал, что командарм в одной из род. В тот день здесь шла довольно оживленно артиллерийская минометная перестрелка. По окопам добрел я до самой передовой. Здесь я увидел среднего роста коренастого генерала. После церемонии официального представления друг другу и краткой беседы я намекнул командарму, что вряд ли есть смысл ему самому лазить по родной позиции. Малиновский замечание выслушал со вниманием. Я сам понимаю, улыбнулся он, но уж больно начальство донимает, вот и приходится уходить от них подальше. И хотя Малиновский никогда не бравировал показной храбростью, все же один раз ему пришлось к ней прибегнуть. В Испанию, где шла гражданская война, Малиновский приехал в июне 1937 года. Одним из самых сложных и ответственных участков обороны республиканцев командует Энрике Листер. Он анархист и народный герой Испании. О его бесшабажной храбрости ходят невероятные легенды. И когда к нему приезжает русский полковник, Листер решает ему устроить своеобразный экзамен. Он приглашает колоннеля Малина не в укрытие, а на прогулку. Позднее Малиновский рассказывал. Над головами, над чахлыми безлистыми кустарниками посвистывают пули. Мы прогуливаемся с Листером от домика до дворовой изгороди, от изгороди до домика. У генерала вид человека, совершающего послеобеденный мацион. Я тоже показываю, что пули беспокоят меня не более, чем мухи. Перебрасываемся короткими деловыми фразами от домика к изгороди, от изгороди до домика. Начинает смеркаться, будто невзначай, рассматриваю на рукаве рваный след пули. Листер был восхищен смелостью русского полковника. «Полковник Малина», – с улыбкой восклицает он, «Мы еще не отметили нашу встречу», – и подзывает адъютанта, – «бутылку хорошего вина». Малиновский воевал в Испании с января 1937 по май 1938 года. Язык выучил быстро, через три месяца обходился без переводчика. Полковник Малина, так называли малиновского испанцы, трижды просил о продлении срока командировки. На третье прошение ему ответили угрозой. «Случай задержки будем считать невозвращенцем». Точка. До самой смерти Сталина над Малиновским висело, когда мокло в меч обвинение, что он был в составе русского экспедиционного корпуса во Франции. Русский экспедиционный корпус несет тяжелые потери. Более половины солдат бригады, в которой служат Малиновские, убиты. Сам он тяжело ранен. Второе свое ранение, как и первое в Польше, Малиновский получил в пятницу. И сразу вспомнил цыганку и ее предсказания. Представитель адмирала Колчака за границей в сентябре 1919 года издал приказ о награждении 17 солдат русских воинских частей за оказанные ими подвиги на Французском фронте. И под номером 7 – ефрейтор Малиновский Родион. Уже в 60-е министр обороны, маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский часто получает письма от тех, кто служил в русском экспедиционном корпусе. Он прочитывает все письма, собственноручно отвечает на них и подписывается не министр обороны, а бывший пулеметчик Елизаветградского полка Родион Малиновский. Вообще Малиновский обладал редким чувством юмора. О его резолюциях в армии ходили легенды, вот одна из них. Один полковник обратился с письмом к министру обороны, мол, зимой все полковники по своему головному убору папахи отличаются от других офицеров, а летом и полковники, и неполковники ходят в одинаковых фуражках. Резолюция Малиновского была лаконична. Разрешить данному полковнику – порядки исключения. И летом ходить в папахи. Родион Яковлевич сам всю юность в Первую мировую прошел солдатом и знал, что такое быть пушечным мясом. Он задумал написать книгу о своей боевой юности и назвал ее «Байстрю». Писал эту книгу всю жизнь. Даже на войне в минуты затишья набрасывал первые наметки. Самые пронзительные строки обессмысленны из-за просчетов командования гибели рядовых солдат. В 1965 году министр обороны и герой Сталинграда Малиновский на одной из встреч с военными интеллигенцией позволил себе весьма крамольную мысль. «Я считаю, что Сталинград вообще не надо было оборонять. Проще было отвезти войска на восточный берег Волги. Волга – слишком серьезная преграда, чтобы немцы смогли быстро форсировать ее. Те войска, которые были перемолоты в борьбе за город, лучше было бы использовать для контрударов по флангам противника. Тогда наши потери были бы гораздо меньше немецких. А так, в ходе оборонительного сражения, они оказались в несколько раз больше». В марте 43-го Малиновский принимает Юго-Западный фронт. В апреле ему присваивают звание генерала армии. Его войска все время в наступлении. Он блестяще проводит несколько операций и в начале октября выходит к Запорожью. «Запорожье» Обороняют в Запорожье одна танковая и семь пехотных дивизий. Стоят насмерть. Выполняют категорический приказ Гитлера. Любой ценой удержать город. Приказ Сталина не менее жесткий. Любой ценой взять Запорожье. Любой ценой. Постоянное, любимое сталинское распоряжение. Малиновский его не приемлет. Многие его подчиненные, сослуживцы, потом скажут, при личной храбрости Родион Яковлевич очень заботился о том, чтобы подчиненные ему войска несли минимальные потери. «Требую беречь солдат, прикрывать их всегда огнем. Я строго спрошу за потери. Говорил ровно, спокойно, не повышая голоса на подчиненных. Не нервничал, не распекал, как иные военачальники. Никакого матерного управления. Поражало, как бережно, уважительно и тактично, в полном смысле слова гуманно относился он к людям. Собственная безопасность его заботила намного меньше. И это коренным образом отличало Малиновского от других полководцев, готовых выполнять боевые задачи любой ценой. Вот здесь, недалеко от деревни Богдановки, находился наблюдательный пункт командующего Юго-Западным фронтом. Именно сюда Малиновский приглашает всех командующих Родами войск фронта, армиями и командиров механизированных и танковых корпусов. Вопрос один. Как лучше без больших потерь и быстрее овладеть Запорожьем? Выслушав различные варианты, Малиновский объявляет свое решение. Штурмовать Запорожье будем ночью с таким расчетом, чтобы к рассвету овладеть и городом, и плотиной. Такое решение удивит и обескуражит присутствующих. Ночной штурм города, таким большим количеством войск или армии и два корпуса многим кажется авантюрой. По указанию Малиновского, перед началом операции в войсках проводятся специальные тренировки ночного штурма. Направление атак решено обозначать трассирующими снарядами и пулями, лучами танковых фар. Наступление на 30-километровом фронте начинается в 10 часов вечера 13 октября. Через двое суток город взят. И достигнуто это меньшими потерями, чем обычно случалось при штурме городов в дневных условиях. Этого и добивался Малиновский. Не желая брать Запорожье любой ценой. Малиновский всю жизнь занимается самообразованием. Он единственный из многочисленной когорты высшего советского командования, знал три европейских языка – французский, испанский и польский. Его настольными книгами в послевоенные годы были труды французских философов и сервантос в подлинниках. Вершиной полководческого искусства Малиновского наиболее ярким проявлением его таланта станет ясо-кишиневская операция 2-го и 3-го украинских фронтов. Как два огромных кулака по замыслу операции, они должны были нанести удары по врагу, каждый со своего направления. Основные цели – разгром группы армии Южной Украины, освобождение Молдавии, вывод из войны союзницы Гитлера – Румынии. Всего три дня потребовалось Малиновскому, чтобы окружить крупную группировку противника в районе Кишинева. Сражение началось утром 20 августа 1944 года, а через три дня 2-й и 3-й украинские фронта замкнули кольцо. Такой стремительности не ожидал никто. Итоги ясо-кишиневской операции поистине впечатляющие. Разгромлено 18 дивизий противника. 22 дивизии и 5 бригад румынской армии капитулировали. Освобождена Молдавия. Выведены из войны воевавшие на стороне вражеской коалиции Королевская Румыния и Царская Болгария. Созданы условия для разгрома немецко-фашистских войск в Венгрии, Югославии, Чехословакии. Для удара под самое сердце Германии. 13 сентября Родиона Яковлевича Малиновского приглашают в Кремль. 30 лет спустя, как он впервые стал воином, в неполные 46 лет ему вручают знак отличия военачальника высшего ранга «Маршальскую звезду». Сбылось одно из предсказаний гадалки, с которым встретился в Первую мировую войну. «Маршальский жезл тебя ждет и высший военный пост. Только всегда помни, не начинай нового дела и не отправляйся в путь в пятницу. Плохой для тебя день», – вспомнил он слова цыганки. Во время ясо-кишиневской операции Малиновский лично осматривает позиции противника. Под низколетящим самолетом шел яростный бой. Немцы обстреляли самолет генерала. Вернувшись на аэродром, летчик сказал Малиновскому, «У меня в самолете 14 пробоин. Сколько в самолете не знаю», – сказал генерал, «а у меня в спине одна». В полете Малиновский, чтобы не отвлекать летчика, не сказал ему ни слова. На календаре была пятница. В конце октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта стремительно вышли на подступы к Будапешту. Сходу овладеть городом не удалось. Противник окопался, закрепился на рубежах столицы Венгрии. Передышка, как воздух, необходима. Ведь долгое наступление за 23 дня 300 километров измотало войска. Резервы истощились. Тылы отстали. 27 октября между Сталином и Малиновским происходит телефонный разговор. Малиновский просит пять дней для подготовки. Но Сталин приказывает начать наступление немедленно. Положив трубку телефона, маршал невольно кидает взгляд на календарь. 27 октября 1944 года. Пятница. Малиновский выполняет приказ Сталина. Наступление на Будапешт начинается 29 октября и захлебывается. Советские войска остановлены яростным немецким сопротивлением. Сражение за город превращается в осаду крепостей. Штурмовать приходится каждый дом. Потери колоссальны. Имена этого Малиновский всегда стремился избегать. Его предсказание оказалось верным. Сталин получил свои пять дней, но потерял в Венгрии пять месяцев. Штурм Будапешта продолжался почти 50 дней. Малиновский лично руководит штурмующими. В решающий момент 24 января Малиновский отправляется в самое опасное место. Увидев выставленные для самообороны пулеметы, маршал заметил. Вы тут сами, как в осаде. Малиновский рисковал. Отряды СС смогли прорваться на этот участок в любой момент. И только присутствие командующего заставило советских бойцов держать оборону и не допустить прорыва эсэсовцев. Медаль за взятие Будапешта получили 350 тысяч героев, которые провели самый длинный и кровавый в истории Второй мировой войны штурм города. Будапештская операция стала не только самой долгой, но и третьей по потере. В ней погибло 320 тысяч человек. После яса Кишиневской операции было еще много боев. Был Будапешт и освобождение Вены, был торжественный марш во главе сводного полка Второго Украинского фронта на Параде Победы, а затем стремительный бросок войск его Забайкальского фронта через Хинганский хребет и безводную пустыню к легендарному Орд-Артуру. Причувствуя кончину, Малиновский распорядился отвезти его в Центральный военный госпиталь имени Бурденко, чтобы встретить последний час среди солдат. А роман он свой так и не закончил. Книгу, которую, по сути, он начал писать в 20 лет. Его судьбу предсказала цыганка. Однако такой поворот ни один из легендарных и знаменитых фантастов не могли сочинить. От батрака до солдата в 16 лет, а затем маршала в 46 и министра обороны в 58 лет. Автором невероятного сюжета всегда был он сам. А пророчество гадалки сбылось. Совпадение это, или рок, 31 марта 1967 года, в этот день, умер Родион Яковлевич Малиновский. На календаре была пятница. Родион Яковлевич Малиновский. Родион Яковлевич Малиновский. Родион Яковлевич Малиновский. Продолжение следует...